Всем огромный привет! Большое спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня я решила сделать макияж, но вот только я ничего не планировала, ничего не знаю какой макияж будет. Так что все будем подбирать по пути. Самым первым делом я наношу сыворотку от компании LENCAM. Это GENIFIC. Она подходит для всех типов кожи. Также она очень быстро впитывается и продукт не оставляет никакой липкости на коже. После сыворотки я наношу свой крем для лица. На данный момент я использую крем от компании L'Oréal. Он содержит также SPF 25. Это защита от солнца, что очень важно, независимо от того, какое время года. Именно этот крем он для сухой кожи. Я его использую зимой, так как зимой нам необходимо как можно чаще увлажнять кожу. И как можно больше. Для крема вокруг глаз я сегодня буду использовать америку J.C. Brightening от компании Tarte. Он мне очень помог. Но с моей большой проблемой это синяки под глазами. Насколько я себя помню, они у меня с детства и после использования крема они у меня стали намного меньше и светлее. Для бровей я сегодня буду использовать помаду от компании Anastasia Beverly Hills. И это идет Deep Brow Pomade в оттенке Blonde. Он немножко такой как бы сероватый, но мне кажется мне подходит, потому что я не хочу, чтобы мои брови выглядели очень темные. И также я эту помаду наношу кистью от компании Tarte. Кистью от компании Тarte. И все это также фиксируется прозрачным гелем для бровей, а также от компании Anastasia Beverly Hills. Базу под тени я использую от компании Urban Decay. Это моя любимая база, которую я пользуюсь давным-давно и она мне еще ни разу не подводила. Для макияжа глаз я сегодня решила использовать палетку от компании BH Cosmetics Galaxy Cheek. И первый оттенок, который я наношу на все подвижное верхнее веко это Satur. И со вторым оттенком, который я буду наносить, это будет солнце. Оно будет идти немножко выше верхнего века. Субтитры сделал DimaTorzok Третий оттенок, который я наношу это Mars. Субтитры сделал DimaTorzok И в середину подвижного века я наношу оттенок под названием Acredita. Он очень красивый оттенок и если вы хотите больше пигментации, то советую намочить вашу кисть, которой вы наносите эти тени. Сегодня я использую жидкую подводку от компании Clinique в оттенке 01 черный цвет. Эта подводка вышла буквально 4-5 месяцев назад, если я не ошибаюсь. И она очень удобная при нанесении. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это палетка от компании BH Cosmetics и я буду использовать нижний и левый цвет для того, чтобы замазать, закорректировать все свои фиолетовые синячки под глазами. Самый лучший результат при нанесении этого оттенка я получаю, когда я его наношу пальцем. Ну а сверху я наношу консилер от компании Clinique. Он у меня идет в оттенке 02, это светлый. И также я растушевываю этот консилер, то что нанесла, с помощью кисти для консилера. И все вот эти вот недостатки, которые были до этого, я закрываю консилером. К примеру, там есть видно, что тени, они немножечко ниже, чем подводка. Так что это все мы закрываем консилером. Ну а теперь я перехожу к тональной основе. Тональную основу я использую от компании Chanel. И это идет Vital Amir Aquan. Он у меня идет в оттенке beige 20. На секундочку я забыла, какой это beige 20 или beige 30. Но так как я сейчас намного светлее, чем летом, и этот цвет идеально подходит для моей кожи. Так что он идет в beige 20. Все это я растушевываю с кистью от Urban Decay. И сверху все это я буду фиксировать с пудрой. Пудру я использую Bare Minerals. Он идет в оттенке medium. Так как medium на данный момент это не мой оттенок, мне приходится взять побольше кисть, чтобы оттенок не наносился, а только фиксировался. Так как у меня очень прямые ресницы, мне их приходится подкручивать. Ну а после чего я наношу базу от компании Lancome. Базу я наношу всегда первой, до того, как я наношу тушь. Мне она лично помогает вытянуть мои ресницы, так что, чтобы был объем немножечко побольше. И также, чтобы была длина. Сверху на базу я наношу тушь. Это одна из моих любимых. Это тушь от компании Lancome под названием Grandiose. Она вышла также совсем недавно, может быть месяцев 5 или 6 назад. В ход брови я наношу карандаш от компании Benefit под названием High Brow Glow. У него очень приятный оттенок, такого как бы светлого шампанского блестящего. И он помогает как бы при нанесении, когда вы смотрите, он помогает создать иллюзию, что у вас брови подняты немножечко. Также я пройдусь немножечко оттенком Mars, это который темно-коричневый, на нижнем веке, чтобы глаз был немножечко открытым перед тем, как я нанесу тушь. Один маленький секрет, неважно какие у вас ресницы, маленькие или длинные, или у вас их мало, или у вас их много, всегда-всегда наносите тушь на нижние ресницы. Скульптирование лица я буду делать с помощью палетки Kat Von D в оттенке светлой. Скульптирование сегодня буду делать очень легкое, чтобы его почти что было незаметно. Немножечко оттенка под нижней губой придаст иллюзию, что она немножечко больше. Чтобы придать немножечко больше света и сияния лицу, я буду использовать пудру. Она минеральная и также она мерцающая. Эта пудра идет от компании Laura Mercier и она идет в оттенке Candle Light. Много о ней говорить не буду, так как все видно уже по видео и по результату после того, как ее наношу. И заключительный момент в выборе помады или блестка. На сегодня я выбрала блеск от компании Anastasia Beverly Hills. Этот блеск идет в оттенке Metallic Rose. Мне кажется, по цвету, сочетание цветов он очень подходит. И он очень такой нежненький и аккуратный. И идеально подходит к нашему макияжу. Ну вот так вот выглядит этот весь макияж, как говорится в заключении. Надеюсь, это видео вам понравилось. Спасибо большое, что смотрели. Всех целую. Всем пока. Продолжение следует...